Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, родители! Сегодня наша третья встреча. Мы будем рисовать с вами красивые цветы. Обращаю ваше внимание, сегодня необычное рисование. Мы будем рисовать двумя руками сразу, то есть одновременно. Пожалуйста, обратите внимание на то, чтобы у вас две руки работали сразу. Не только правая или только левая, а две руки сразу. Все, что мы будем сегодня делать, делаем двумя руками. Договорились? Ну что ж, приступаем! Нам сегодня понадобится лист бумаги, две кисточки, акварель и гуашь. Наша задача сейчас затонировать лист нашей бумаги желтым цветом. Берем сразу две кисточки, опускаем их в воду. Берем много воды. Акварель любит воду. И опускаем обе кисточки в желтый цвет. И сразу двумя кисточками тонируем лист бумаги. Наша задача, чтобы две руки работали сразу, так как у вас будет получаться. Обращайте внимание детей и вы, ребята, сами следите за собой, чтобы вы работали сразу двумя руками. Если течет, напоминаю вам, что это ничего страшного. Наша задача затонировать лист, чтобы не было белой бумаги. Сразу могу сказать, что это достаточно непросто и непривычно. Такие упражнения мы будем делать с вами еще несколько раз. И это очень полезно для развития обоих наших полушарий, правого и левого, работа сразу двумя руками. В обычной жизни это происходит очень редко, когда у нас работают обе руки. Все, мы с вами затонировали бумагу. Акварельные краски нам сегодня не пригодятся. Пододвигаем гуашь. Какого цвета бывают цветы? Да, правильно, вот я прям открыла красный цвет. Еще какого цвета? Зеленого. Но это будем рисовать мы с вами лепестки. Синего, точно. Да, открываю синий цвет. Еще какого цвета? Желтого, да, но у нас желтый цвет фона. И я боюсь, что желтое на желтом у нас сольется. Давайте заменим желтые цветы оранжевым. И найдем, например, малиновый или фиолетовый цвет. У нас будут цветы... Так, вот так. Итак, берем кисточку в правую руку, опускаем ее в красный гуашь. Гуашь уже не так сильно любит воду, но все равно водички должно быть достаточно. А левую руку с кисточкой опускаем, например, в синий цвет. И мы будем с вами хулиганить. Вы любите хулиганить? Да ладно, не может такого быть. Все дети любят хулиганить. Сегодня я вам это разрешаю. Ставим кисточки и начинаем просто вот так вот хулиганить. Посмотрите, я работаю сразу двумя руками. Опустили кисточки, например, опять в воду. Опускаем опять синий и красный цвет. Ставим кисточки на лист бумаги. И опять начинаем хулиганить. Моем кисточки. Предлагаю нарисовать цветы какого-нибудь другого цвета. Например, оранжевые и фиолетовые. Опускаем кисточки в фиолетовую и оранжевую гуашь. Ставим кисточки на лист бумаги. И начинаем хулиганить. И опять. Можете нарисовать цветов столько, сколько вы хотите. Их может быть много-много-много-много. Открываем и ищем у себя желтый цвет, чтобы нарисовать серединки у цветов. Напоминаю, что мы тоже это делаем сразу двумя руками. Опускаем обе кисточки в желтый цвет. Можно в белый. Тоже будет очень красиво. И опускаем кисточки в серединку. Примакиваем. Раз. Два. Раз. Два. У нас с вами получились цветы. Но нам чего-то не хватает. Чего же? Листиков, да, травки. Точно. Делаем лепестки. Опять моем кисточки. Опускаем обе кисточки в зеленую краску. У меня есть краска двух разных цветов зеленых. Одна светлее, другая темнее. Если у вас так получается в гуаше, это будет замечательно. Нет? Опускаем, значит, в один зеленый цвет сразу обе кисточки. Посмотрите, что мы делаем. Везде, где вы хотите, мы рисуем с вами лепестки. Поставили кисточку. Кисточка пошла вверх. Вернулась вниз. Пошла вверх. Вернулась вниз. Поменяю кисточки местами. Кисточка пошла вверх. Вернулась вниз. Пошла вверх. Вернулась вниз. Еще раз обращаю внимание. Все, что вы делаете, вы делаете сразу двумя руками. Посмотрите, пожалуйста, за собой, ребята. Если у вас рядом родители, пусть родители тоже посмотрят, получается ли у вас рисовать сразу двумя руками. Ну и добавляем еще куда-нибудь лепесточков. Ой-ой-ой, потекло. Это у меня будет такой стебелек. Все стараемся делать двумя руками. Не обязательно закрывать все пространство листочками. Можно оставить. Если вы захотите, можно опустить кисточку в более темный зеленый или смешать зеленый с черным и сделать прожилки на листочках. Но, кто не захочет, наш с вами рисунок. Красивые цветы готовы. Если захотите повторить этот рисунок, пожалуйста, помните, ваша задача рисовать сразу двумя руками. Правой и левой. И делать все двумя руками. Очень рада была с вами встретиться. Желаю вам дальнейших творческих успехов и жду ваших творческих работ. До свидания. До следующих встреч.